4 тысячи голосов за 6 дней – такова предварительная явка на досрочных выборах. Со 2 сентября в нашем городе действуют три избирательных участка – на улице Октябрьской, Фрунзе и Карла Маркса. Сделать свой выбор здесь можно будет вплоть до 12 сентября. Специальные условия подготовили и для людей с ограниченными возможностями. Такая повязка предусмотрена. Она будет определять как раз человека, который и будет помогать инвалиду в голосовании. На каждом участке предусмотрен так называемый трафарет на выборах, куда вкладывается бюллетень. И в прорези попадаются как раз квадратики, где нужно ставить свое волеизъявление. Помощь слабовидящим на участках также имеется азбука Брайля. В целом избирательная кампания на своей финишной прямой. Поэтому сотрудники избиркома предупреждают. В субботу в области объявлено днем тишины. Законом запрещается любая агитация. У нас в области 537 избирательных участков. Они все у нас определены постановлением глав администрации. В 2013 году соответствующие документы были главами приняты. Они у нас на 5 лет утверждены. Практически не менялись адреса избирательных участков на этой кампании. Все избиратели у нас уже оповещены. То есть мы разнесли приглашение на выборы. К слову, за последние четверть века в области не было политика, которая бы занимал кресло главы больше одного раза. А сентябрьские демократические выборы станут первыми за минувшие 15 лет. У нас сформировалось целое поколение людей за 15 лет, которые не знают, что губернатора, главу региона, можно выбирать всеобщим прямым голосованием. Я думаю, что наступил тот момент, когда каждый из нас, каждый из избирателей может прийти на выборы и сделать свой шаг. С другой стороны, прямые выборы губернатора – это очень хорошо для всей политической системы страны, поскольку теперь губернатор несет ответственность не только перед президентом, который раньше его назначал, но теперь и перед всеми жителями, всеми гражданами, всеми нами. Напомним, на пост губернатора претендует 5 кандидатов. Это Павел Федоров из «Справедливой России», временно исполняющий обязанности губернатора Николай Цуканов, Александр Старовойтов от ЛДПР и Владимир Вуколов. С более подробной информацией о предстоящих выборах избирком предлагает ознакомиться на своем официальном сайте. Здесь же узнать телефон горячей линии. По этому номеру вы можете сообщать обо всех нарушениях. Светлана Федорова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей «Город». Продолжение следует...